Друзья, я рад вас приветствовать на своем канале и сегодня мы вместе с вами отправимся в замечательное и увлекательное путешествие в заброшенную деревню Кузнецов-Сата. И чтобы с первых минут этого ролика вас заинтриговать, я бы хотел вам задать такой вопрос. Что связывает давным-давно заброшенную деревню Кузнецов, где-то далеко-далеко в Якутии, на севере, с вот этими тремя людьми? Это герой голливудских боевиков, зубодробительных боевиков Стивен Сигал, король Египта Гамаль Абдуль-Насер и первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев. Три этих человека каким-то образом связаны с этой деревней. И для того, чтобы нам с вами это все выяснить, мы отправимся в это путешествие. Давайте глянем на карту. Итак, друзья, наше сегодняшнее путешествие начнется в городе Нюрба, республике Саха-Якутия, что находится на крайнем севере России. Сегодня нам с вами предстоит преодолеть расстояние чуть больше 100 километров. Но могу сказать, что практически все расстояние мы с вами преодолеем по довольно-таки неплохим, по нашим местным меркам, дорогам. К превеликому сожалению, мы сегодня не остановимся в замечательной деревне Чапанда. Последний раз, когда я там останавливался, радушная хозяева Павла Зоя накрыли такой шикарный стол, что он, по-моему, будет сниться мне вечным. Не остановимся мы и в деревушке Жархан, на замечательную балку у Бориса. Мост, строительство которого мы так долго ждали, уже обыденный, но у меня восторг при проезде по нем все-таки вызывает. Проедем мы и маленькую деревушку Мар. В ней мы сегодня тоже не задержимся. Обязательно чуть позже я расскажу про нее тоже. Но в следующей деревне, в следующей деревне Энахсит, мы уже как бы начнем раскрывать тему. Мы посетим музей, это будет очень-очень увлекательно. Я вам это обещаю. И далее мы продолжим путешествие до еще более маленькой деревни Адей. И уже в этой деревне мы тоже посетим музейный комплекс, вам будет интересно, и отправимся в путь на деревню Сата, именно деревню Кузнецов. Здесь придется поупираться по бездорожью, но я надеюсь, оно того будет стоить. Деревня Сата находится в красивейшем заповедном месте, практически у подножья гор, где кузнецы добывали ту самую железную руду, из которой они ковали свои волшебные изделия. Все, друзья, надо торопиться. За сегодняшний день надо много где успеть побывать и много что сделать. Давайте, поехали. Нам сегодня предстоит неблизкий путь, для мотоцикла еще прохладно, значения и температуры ночью еще отрицательные, а в четверг вообще будет снег. Но матч состоится при любой погоде, друзья, начнем нашу историю. Субтитры создавал DimaTorzok Путь любого кузнечного изделия начинается с поиска заветного рудного камня. Когда он найден и кузнец видит, что из него что-то выйдет, камень отжигают на костре. И уже в тот момент начинается волшебство. Происходит процесс восстановления железа. Шифта, полученная после отжига и дробления камня, засыпается в уже предварительно изготовленную и доведенную до нужной температуры растопленную печь. После пятичасовой обработки из печи появляется критца. Критчное железо, минуя чугунный процесс, который неминуем в огромных промышленных плавильнях, появляется на свет в чистом состоянии. Из печи кузнеца вываливается светящийся, как солнце, комочек чистого природного железа, который, как вы уже догадались, невозможно добыть в промышленных условиях. Подобно пекарю, формирующему булку хлеба из поднявшегося теста, кузнецы начинают осторожно придавать форму раскаленному до бела слитку. Вначале огромным деревянным молотом, аккуратно со всех сторон, а затем бойко и звонко шустрыми молотами поменьше. Из 100 кг камня выходит всего 9-10 кг чистого железа. Но это, друзья, всего лишь только начало в череде удивительных, великолепных преображений металла в руках кузнецов. Прежде чем на груди, руке, ухе, шее или на пальце прекрасной женщины засияет причудливый узор шикарного украшения, в руке охотника или рыбака блеснет острый, как бритва, нож или на губах у искусственного певца зазвучит чарующий звук магического хомуса, пройдет немало времени. Будет потрачено много сил, терпения, применено много известных и неизвестных никому приемов, секретных, передаваемых от отца к сыну, тщательно и бережно хранящихся в семьях. Но результат неизменно будет один. Качественное, красивое и уникальное по своим характеристикам изделие, которое никогда и никем уже не будет скопировано или повторено, включая того самого кузнеца, который и произвел это изделие на свет. Наше путешествие подходит к первой опорной точке – деревне Инахсит. В ней мы остановимся и посетим музей, где я вам расскажу о легендарном человеке своего времени, в столяре, корабельных дел мастере, ювелире и, конечно же, в первую очередь кузнеце. Василий Гаврильевич был поистине уникальным человеком, и именно он покинул деревню Сата самым последним из ее жителей. Это от чего ребра? Это ребра, наверное, бизона. Тоже, да? Ну, он такой, посмотрите, довольно-таки крупный, большой. Вот один рог хотели поискать, но летом не доехали. Я вот в этом году, ой, в том году нашел вот такой точно. Вот этот нашли, да? Ну да, вот два рога. Ну, тоже красиво, вот смотрите. Большой лыбешник, а еще есть ли мышцы там вообще, конечно, огромные. Вот, смотрите, это плетение, это конский волос, да? Это черный волос, это белый, естественно, да? С белой гривой из... Это вот мешка, но это не мешок, это кисто. Конский волос, конечно, он... Он еще с рисунком. Конский волос вот так вот он и протянет как бы подольше. А, нет, это другой, это третий, вот есть. А, вот. С рисунком, с орнаментом. Душу его-то долго не... Вот видите. Так, а это ступа, да? Это ступа. Ступа такая. Это там молоко, не молоко, да? В масло. Молоко в масло превращалось. Нет, это для зерна. А, для зерна. Для размола зерна. Все, понял. А, и жирнова, да? Жирнова. Ну, а не действующие. Нет, не действующие. Нет, действующие. Вот так. Круто. Для продуктов, для масла. Для масла. Какие эти коробки, наверное, ягоду собирать? О, это кожаный, да? Да, кожаный. Тоже под воду, да? А, для куманцев. Это маленькая, но бывает же высоко. Угу. Это сумки на кофры на этот. На коня. На коня. Через коня превышается. Старинные самовары. Ну, самовар с историей такой хороший. Из бересты, да, вот эта штука? Из бересты. Как они сшили, аккуратно посмотрите. Угу. Тоже конским волосом все схвачено, да? Из бересты. Из бересты. О, какая версия. О, какая версия. О, а, рястина. Вот это вот черроны для... Это черроны для Исеха. Для Исеха. Раньше было очень много. Вот это веревки из конского волоса. Вот такие колючие. Колючие. Торбоза кожаные, да? Да. Перчатки. Рукавицы. Вот это, наверное, дорогая вещь была, да? Это дорогая, ручная работа. Это женщина для мужа. Силы. На усек. Ну, они же на коне... У нас кузница, да? Это у нас меха. Смотрите, какие они сложные, оказывается. Ну, это привезенные из Игольджа. Из Игольджа, да? Там был такой кузнец. Одиночка учил. То есть они рабочие, да? Рабочие. А вот это из Саты привезли в 1953 году. Вот это из Саты привезено. То есть туда, оттуда, куда я сейчас направляюсь, да? Они сейчас работают, да? Вот. Кузнечные тиски. Игольджа там работает. Вот это тоже. Который это ремень делал. А, вот это оттуда, да? Это его все, да? Выходцам из деревни Сата, деревни Кузнецов, Ивановым Василием Гаврильевичем были изготовлены по просьбе райкома партии несколько предметов. Это уникальный пояс в якутском национальном стиле и якутский нож. Красота, прочность и качество которого останутся, конечно же, в легендах. Но что первое лицо СССР, что король Египта, оба остались от подарков в полном восторге. Речь шла тогда о Асуэцком гидроузле, крупнейшей комплексной гидротехнической системе сооружений Египта на реке Нил. И, конечно, ее спроектировали и построили советские строители, которые, как тогда, так и сейчас, в этом деле монополисты. К сожалению, я вам не могу рассказать всех подробностей и в какой период времени строительства, окончания или начала были преподнесены эти подарки. Но могу сказать точно, что Никита Сергеевич остался с поясом, ну а египетский король Гамаль принял нож. Тоже ремень, да? Тоже его работа. Иванов Василий Гаврилович. Он серебряный, да, Эльмир Феоровна? Ну специально приезжали женщины, чтобы он сделал. То есть как ювелир, да? Да. Это его инструмент, да? Это его инструменты специально для золота и серебра. Вот литеечка маленькая, да? Вот это, да. А вот это, интересно, что такое? Это вроде сверла. Он крутится. А, точно, точно. Он крутится. Вот это маленький, вот такой. Ну, для того, чтобы... Наковальненькая. Это тоже. Для чего, да? Для чаронов. А, для резьбы по дереву, да? Для резьбы по дереву. Наконечники стрел, самострелов. Самострелов. Это, получается, он на Зайца, да? Да, на Зайца. На тропе. Ну, ездит тропа у Зайца. А это капкан на Соболя. На Соболя есть. Он заряжается. Да, я заряжаю. Заряжается. Вот горностай попадает сюда. То есть он срабатывает. Срабатывает. И вот сюда горностай попадает. Типа капкана. Ранит. О, это пышня. Вот пышня вот нашли 3 года назад из деревни Сата. Это настоящая старинная пышня. Ходили, ходили, а вдруг нашли. Тоже такой молоток. Это не молоток, это для... А это лоток для золота, да? Промывка золота. О, это тоже там же занимались? Ага. Не там, а в Тюкане и там, где Тюнгляхис. Понял. А это стремя. Ну, это панзои, но это поменяли, по-моему. Здесь у нас таких нет. У нас всех железок. Вот сама руда, да? Вот это сама руда, вот это руда, а это железо, которое получил. Которое получается отсюда. 9,5 килограммов получили и вот. Ну, вот она руда. Ну, камень с рук, рудный камень. А, рудный камень. Рудный камень. Но там руды очень мало, потому что, видите, это уже... Его нагревают, из него выплавляется железо. А вот это вот кусочки шлаков, да? Это шлаки. А вот это тоже разновидность. Видите? Это вот этот камень, он именно в соте, да? В соте. Ну, по берегу вилюя, с соты тоже можно найти. Рубанки. О, это кусочки от этого. Это убранство коня. От коня. Вот они серебряные, видите? Ну, мельхиор или серебро. Расклепанные монеты. Николаев. Мельхиор. Сверх, вот видите, туда держат, как мужчина, вот сюда. А, держат и вот так вот перекручивают туда-сюда. Это получается в плечо упирается. Плечо упирается и... Ну, 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 ну. И такая тут, получается, бороздка. Вот, хорошо сохранилась. Это вот батас. Батас. Очень старинный. Это... Это, получается, лишь личное оружие охотника. Он пользовался им как кайлом и для охоты, и защиты от медведя, и в личных стычках, как бы, между друг с другом. Если что, там такое хватались за этот батас. Короче, это универсальное оружие такое. И охотника, рыбака, и мужчины якутского. Вот это клешни. Клешни, это очень старинный клешни. Тоже из соты, да? Да. Из соты достали. Три поколения кузнецов использовали. А вот этой вот лопаткой, наверное, шлаково грибать, да? Нет, не шлак, а белять зерна. А, они в ступе так вместе вот в ступе. Все понял. Красивейшая местность Сата захватывает дух. Вы знаете, якутские шаманы в те далекие времена уважали и общались на равных только с кузнецами. Считалось, что изъять железо из камня – это колдовство, которое подвластно только сильным и мужественным людям. Вот таким и был Иванов Василий Гаврильевич, последний кузнец в затерянной деревне. В Якутии его много кто знает. Пояс для генсека и нож для короля – это мелочи. В Тикси он клепал и отковывал элементы судов. Воевал на фронте, был ранен. И даже после ранения он вступил в рыболовецкую артель и помогал фронту. Всеми силами. Вот такие были люди, друзья. Передаю привет подписчикам Олеся Петровича от родней Василия Гаврилевича. От среднего сына Ивана Васильевича. От внука Георгия Ивановича. От внука Григория Ивановича. И правнука Осина Григорьевича. Вот некоторые виды инструментов, которые дедушка собственноручно изготовил и пользовался ювелирно-кузнецких делах. И пока мы еще не уехали из Анахсита, я хотел бы вам рассказать об Ариане Васильевича. Этот человек возродил здесь, в маленькой деревне, кузнечное ремесло. Он единственный кузнец на всю эту деревню. Его потомки родились в той самой деревне кузнецов. И знания, которыми он владеет, отчасти находятся у него в крови. Он кузнец, ювелир. Его работы многогранные и искусные. Ножи, хомусы, украшения. Все из-под его молота просто уникально. Сейчас он активно передает эти знания детям. Многие жители, да и я в том числе, благодарны ему за это. Итак, следующий наш с вами опорный пункт, это очень маленькая и аккуратненькая деревня Адей. И там нас встречает Николаева Мария Пудовна, глава местного поселения и хранитель местного музея. И основатель шикарного, по моему мнению, этнокомплекса. Это, ой, как шикарно. Красиво, да? Очень шикарно, красиво. И кузнецы там есть. Вообще классно. Снова архивных документов прям. Да, вот посмотрите. Вот архивы года Москва. Архивная справка. О том, что в 67-м году и в 8-м году уже существовала наша Адейская волось. Ага. Первое упоминание. Может быть, еще есть люди, да? Документы. Это пока что это первое упоминание. Слушайте, ну, очень, очень красиво. Очень красиво. И вот тут карта. Чтобы они хотя бы... Карта действована с плеками Брюшевского района 19-го года. Нарисовать они сами, да? Наши наслежные садели. Ага. Когда заходишь, тебе... Тоже конский волос. Да, это конский. Ну, сделай все как-то на плавание. Это вот это тоже сетинь. А, это тоже конский волос. Да, все это конский волос. Сами, 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 садели. А вот список людей, которые нам подарили все наши экспонаты. Так, я тут есть? Вы тут нету. Вас тут нету? Нормально. Потому что имя Василия есть. А, это он за меня. Вы мне лишнее не подарили. Все, понял. Ну, это камень оттуда, да? Нет, камень оттуда. Тут близко. Ой, слушайте, какой у вас музей-то обширный. Наши предки, да? Ну, как бы... Эрсюк и... Нилпа. Женщина и мужчина. Да, они его кажутся. Да, и уроса. Они же раньше уросавшие, они помогали. А это чье произведение? Это... Это скульптура быка. Его как-то обклеивать надо, или он такой и есть? Такое и есть. А, красиво будет. Тут центральный вход. Ой, как красиво. Полы натуральные прямо. Дайбир лежит. Это штука. Дайбир. Гонять комаров и злых духов. И мошку. Ну, как классно у нас все тут сделано вообще. Это шкаф. Ага. Толический, да? Это сделал священник. Сам, да? Да. И стол тоже его, да? Стол нет. Стол Варвара Древнепетровой. А. Отца. Вот эти вот кроватки, это вот такой Тахта. Это на них лежали. Это вот медвежья шкура, да? Ага. А вот посмотрите эту кроватку. Какой длины. Ух ты. Сантиметра, 20 сантиметра. Да. Подарил бывший мой коллега Тарканского наследия голова. А это медведь, ребята. А это медведь. Морда. А вот посмотрите на панно. А панно из конского волоса. Из конского волоса. Сами сделали. Панно называется на гвоздях. Гвоздь. И борода у него. Это все конский волос. Это мы сами. Это опять же символизирует вот эти... Да, наших предков. Ой, у роса у вас тоже из конского волоса. Это роса тоже мы сделали с женщинами. Наши женщины. Они молодцы. Поделиться. Это 12 месяцев. И здесь у нас хамусы лежат. Хамусы, сделанные нашими... Кузнецами вашими. Кузнецами Корниловым Сергеем Семеновичем. Понял. Вот стол. Секретарь, да? Да. А это сундуки уже больше ста лет. Якутских мастеров. Слушайте, ну красиво у вас тут. Да, красиво. Вот тут уже. Какой расписной сундук. И смотрите, это все отошло без единого гвоздя. Без единого гвоздя натуральный. Все дерево. Якутское стиле. Круто. Это шуба в старом зоне Петровой. Да? Вот свинники подарили. Давайте-ка зайдем. Что у вас здесь? Да, посмотрите. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Обалдеть. Вот это рукавицы из лисы. Нет, это не лиса, это собака. А, собака. Собачи, да. Натуральная. Вот это из зайца, рукавицы. Уже она старинная. А это что такое? Это на колено, да? Да. Вот. Смотрите-ка, древние штаны, да? Это вот, смотрите, штаны. Это из кожи. Кожаную штаны. Конечно. Старший брат Варвара Андреевна Петрова. А это из чего? Это. Олень? Олень, да. Ага. Вот это тоже комплект. О-о-о-о, круто. Смотрите. Все на завязочках. Все натурально, да? Все. Тут не замерзнешь. Да. Так сразу. О-о-о, красота, красота. Это, как называется, рысь. А, это из рыси? Нет, вот это шапка. А, шапка из рыси, да? Угу. Это андатра. У литвы тоже косметр. Ага, внутри шапки тоже андатра. Никакой этой. Это табунычки. Угу. Попотники. Вот эта шапка из беличей. Из белки. Это не... Квост. Квост беличей. Угу. А это? Сколько надо? Левота, вот это. А, живот. Живот. Как называется? Поросли. Ну, понятно. Живот. Тоже беличи. Да. Беличи шкурки. А тут тоже есть. Вот. Беличи. Ой-ой-ой-ой. Шапочка. Раньше вот такую шили. Зрелую. Вот такие вот. Угу. Да, красиво. Напишем тут. Этикетку все сделаем. Повесим. Кто нам поддалит. Это у вас еще, получается, не закончено как бы все. Не, не, не закончено. Только в прошлом году же только начали. Ну, это тулупы. В этом тулупе, допустим, я на вышке на караульной стоял. Вот чисто в таком. Да. Да, помню. Очень хорошо помню. И вот, смотрите, вот это седло. С 17-го года. Там есть полис. Ой, 1916. Это еще 16-го года. И имя. Вот НЦАЛы тоже есть. Да, вот НЦАЛы. Подарили нам. Все наградное. Да, это серебряная. Вот это мы сделаем. Серебряная штука. Вот сюда вожжи вешать. Да. А вот это с тремя. С тремя. Якутия сами сделала. Кузнецы. Это не магазинные. И вот. Вот. Теперь посмотрите на этот сундук. Какой красивый. Больше 100 лет. Сундук, да. Замечательный. Сундук. 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 Вот такой сундук. Чеканка. Да, вот точно. Чеканка. Это тонкая жесть. На жесть. И тут отчеканина все. Да. Вот опять торбоза. Вот торбоза уже якутские, натуральные все. Идут. Слушайте, ну как шикарно. Мы собираем вот именно такие, да, чтобы они знали, как они раньше наши предки одевались. Ну, а остальное вот это будет. Это материал, это колокольня, да? Да. Подождите-ка, так вот здесь церковь стояла, да? Не-не-не-не. Церковь вот там стояла. В другом месте. Ага. Они вот здесь перевезли, построили склад. Колхозный склад. Вот эта часть и вот эта часть. Это колокольня. А, понял. Все остальное сейчас. Там колокольня и пара сделала, да? Все, понял. Видели все, все, все. Все сложились, все здесь. Без денег. О, так. Ну, это у нас барана, по-моему. Барана, это селка. Селка. Это что-то я, по-моему. Это, вот эта косилка. Которую я привозил. Да, человек, который вот закорнил Сергей Семенов. Он же арцентратор. Он сделал больше десяти вот таких. Это наш паист. Вот, посмотрите, вот. Ага. Мой парадизм уже. Да, 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 да. Семьдесят, примерно, на семьдесят восьмом году. Она самоходная, да? Самоходная была, да? Ммм, какая красота. Больше десяти. Серпы. А вот это что такое, вот подскажите? Это что-то для шкуры, да? Для шкуры, да. Ага. Вот плуги стоят. Сельскохозяйственный. Какой-то редуктор. Это... А это перепахивать, да? Как-то называется. Ой, смотрите, женщина. Фотография такая красивая. А это кто такая, не подскажете? Это Александра Салтуева. Она тут жила. А сейчас? Бабушка, она сейчас в Люське живет. А, понял. Кстати, привет. Вдруг посмотрит. Муж Герасима Алексеевича работал у малых гологодних следов. А это что это за... Это для этого. Ох, как называется, забыла. Дубка, как называется. Ну, вспоминайте, я не знаю, что это такое. Перемалывать что-то или? А что перемалывать? Ну, вспомни, скажу. Ну, ладно, хорошо. Паук интересный. А это ступа, зерно, да? Да, зерно для зерна. Вот это жернова такие. О, жернова тут целая коллекция. Ага. Вот это жернова Варвары Древней, отца. Это он сами наши подарили. Так, а здесь у нас все сепарации молока посвящено. Это колхозное, советское. Ага. А вот это сепарат колхозный. Это мы в лесу нашли. Ох ты. Ага. Стоял. Так он еще и какой-то... Чай-то уже стоит. Какой-то он импортный. Калибри. Угу. Калибри. Можно посмотреть. Альфа... Лавар какой-то калибри. Да, смотрите. Вот такие стоят. Вот такие. Весы. Весы. Ну и это весы в советское время, ими там масло взвешивали молокой. Не только масло, но и пилят. Ну да, и мясо, конечно. Так, кожаный. Кожаная для молока. Для кубинца. Молокая сыпая. Молокая сыпая. Ну да. Бочка, да? Грана, древний тоже родитель. Бочка. А вот тут у нас есть жир. Это со склада. У! Да вы че! Да. Это, получается, советские какие-то времена? Ага. Так, саночки. Это кожемяка, да? Кожемяка. Тынь-дынь. Там, вот тоже это кожемяка. Ага. Санки какие-то интересные. Это водовоск. Но здесь водовоск. Это водовоск. Развозил по всей деревне. О, это тоже водовоска. Остов без этой, да? Ага. Вот. Виктора Ивановича Григорьева. Сани. Это Сани тоже его. Мой, какая красота. Собольщиком работал. Отец Варвара Андреевна, вот. Менов Андрей Петрович тоже собольщиком он работал всю жизнь. Ну и все вот это. Это все про лошадей, сани, седла. Ой, тут тоже красиво так. Смотрите, седла еще всякие разные. Так, это вот колесо мое. Ага. Я подарю. Коровки у нас. Это звероклетка, да? Звероклетка. Для пушных зверьков. Да, весы черные, чернобырки были. О, смотрите, весы старинные. Вот. Такая типа булавы, но вот это, но вы понимаете, как это все дело взвешивалось. Город называется. Это Кузнецов. О, да? Да. То есть механический какой-то. Механический, да. Тут крутят, и тут огонь идет, и все это тут. А, да? Да. Странно. Надо куда-то посмотреть. Так, а это что такое? А, это точильный этот, да? Да, точильный. Это как-то вот так закрепляется. Это вот раскручивается механизм. И этот камень вращается. И топор. Топор точить. Или нож. Смотрите, какие тиски. Тиски. Вот это он сам все это тоже сделал. Вот это тоже сделал. Для уголя. Вот это гвозди, багры, пышни, для самострелов. И это тоже. А вот это тоже интересно, да? Это для золотых изделий специально, да? Да вы че? А, это получается фен надувает. Да, надувает. А здесь горит че-то? Горит. Тут ложку что-нибудь вставят и крутят. Тут один человек дует. И, ну, серебряные силы. Ага, отсюда воздух видно. Ага. Круто. Это единственный экземпляр. Даже дорогой. Обалдеть. А это тоже и вожесть все это. Так, ну, это непонятно почему. Он его зовут. И в этой деревне, и в этом музее лежат инструменты Василия Гаврильевича. Знаменитого кузнеца. Вот это уже железная руда. Это, получается, кузнец из сотов, да? Да, из сотов. Ну, кстати, он сделал пояс для этого, для Хрущева. Да, но это сата и сотовоз. Вот это все изделия якутских. Это медь, да? Да. А вот это все инструменты ручные, да? Инструменты, да, под дерево. Рубаночки. Вот лыжи турист. Вот, вот это вот за карасем, за уточкой, короче говоря. Это старинная. Лодочка такая небольшая. А вот это манки. Это для охоты луки, корчаги, селки для андатры, и так далее, и так далее, и так далее. Это натуральная, вот, смотрите, вот это. А, это натуральная? Натуральная. О-о-о-о. Это для щуки? Не, не шуки, для карася. А, для карася. Вот. Это у нас мунха. Мунха называется... Мунха, это вот невод. Вот это натуральная, да? Из кунских... Из кунского волоса. Представляете, сколько работы. Да, сколько работы. Работы невероятные. Ой, это что такое? Не знаю. Ничего себе. Может, золото? Нет. Это тоже старинная. Это поповки, да, какие-то? Да, и ящик тоже. Уже 6-ти сеток. Да, вот эта сетка, наверное, это столько. Она, наверное, столько стоила, да? Поэтому вот на такой мунха все деревни и выходили, наверное, потому что все деревни его и плели, наверное. Вот это уже. С селочкой какие-то или переноской, да, для чего-то? Для рыбы. Для рыбы. Ну, как вот так. Ну, это уже современные сети. Современный невод. Невод отца. А вот это вот легенда про быка. Вот эти кости я даже при вас находил, да, на берегах Мархии, на берегах Илюя. Вот они лежат. Лежат и лежат везде. Так, ну это у нас вообще... Киномеханика. Это у вас все будет дополняться, дополняться, дополняться. Ну, это пока начало. Ух ты. Синдикат, интересно же. Да, интересно очень. Вон, смотрите, какая штука. 17 рублей цена. Вот тоже. С леночками. О! Это наши механизаторы, тортористы. Иж Юпитер 3. Иж Юпитер, мотоцикл. Ну, они еще ездят. Ездят, конечно. Они еще ездят по селу. А там Уралы стоят. Смотрите, какая превосходная, великолепная территория. Вот у этого музея. Это совсем так красиво, чисто. Да. Вот прям красотища. И это еще только начало. Это будет дополняться, дополняться и дополняться. Амбар только привезли, да? Нет, осенью привезли. Осенью. Нет. У нас амбар. Нас, а вот, как считается, на полгода. Ну, там внутри ничего нету, да, сейчас? Ну, посмотрите, там ничего такого нету. Это пираты. Здесь пока еще. Да, оленьи шкуры. О, этот шапка. И тут так, по мелочи. А, это будет здесь экспонаты стоять, да? Он теплый планируется или нет? Или холодный? Нет, он же холодный башен. Вот так и будет холодно, да? К плетенке, да? Изгороди, заборы. Варианты. То есть вот такой. Вот такой вариант. Ой, красиво. Это балаган, камелек. И здесь тоже такой же колокольчик висит, да? Да, колокольчик висит. И все тут тоже, например, вот цепит уже из пивова. Запах свежих. А где вы такую сосну толстую взяли? Тоже все холодное и подсвечивается, да? Будет. Нет, это не холодное, это отапливое. Это будет теплое, да? Теплое, да. Ну, пока. Можно отвернуть, да? Куда? Тут будет это... Как вы понимаете? Приемное. Гостей принимать. Да. Друзья, мы покидаем гостеприимную Марию Пудовну и ее замечательный этнокомплекс. Который она без малого сделала при помощи своих рук. И при поддержке всех жителей ее деревни. Деревни Адей. Для того, чтобы отправиться в контрольную точку нашего с вами путешествия. Заброшенную деревню Кузнецов-Сата. Путь предстоит хоть и недолгий, но трудный. Дороги по факту нет. И пока я продираюсь по дорогам, которые еще пока во власти мокрого снега, я вам расскажу еще об одном человеке. О Кузнеце, конечно. Уваров Ниргустан Николаевич. Профессиональный кузнец. Мастер народно-художественного промысла. Народный мастер Республики Саха-Якутия. Член Союза Кузнецов России. Победитель немыслимого количества состязаний кузнецов. В том числе и международных. Выставки в Москве, Златоусте, Турции, Якутске и еще во многих городах. Живое доказательство тому, что якуты добывали и выплавляли, изготавливали железо сами. И, конечно, этот человек имеет непосредственные корни из той деревни, в которую я еду. Он легенда. Звезда, друзья. Ну и, конечно, другая звезда, только голливудская, не могла пройти мимо его искусных изделий. Стивен Сигал, голливудский актер, не смог удержаться и приобрел один из великолепных хамусов Нюргуна. Теперь этот музыкальный инструмент будет звучать где-нибудь в Калифорнии. Привет подписчикам канала Олесь Петрович. Я в араб Нюргустан, Катанус. Передаю большой-большой привет. Уруехал. И мы, друзья, наконец-то добрались сюда, в деревню Кузнецов, Сата. Здесь потрясающий вид белых гор на горизонте. Одиноко стоят несколько домиков и вокруг ни души. Деревушка давно оставлена людьми и кажется просто невероятными те истории, которые я вам рассказывал о ней. После того, когда она была брошена людьми, а причин точных никто не знает, добротные большие дома были вывезены отсюда по разным деревням на строительный материал. И поэтому мы сейчас видим такую картину. И так как я сегодня попал сюда, а я вам скажу, что это было очень нелегко, мы с вами обойдем ее и заглянем в каждую из построек. Ну, первый амбарчик. Ух ты, амбарик тут. Ну, смотрите, луки. Вот какие-то корзины висят. Посуда. Так, я зайду сюда. Аккуратно. Рамы от стекла. Пила. Ну, это опять же лук. Вот это кусок от самострела. Вот это от самострела. Это тоже. Этот лук, это тоже от самострела. Увижу. Вот берестяная. Берестяная коробочка. А вот и ситечка. Веревка из... Ну, она уже почти разложилась. Хранения не то. О, это из конского волоса получается. Гвоздь в бит, кованый. Чайник. Вот тоже кованый гвоздь. Смотрите. Крут. Это тоже котонка берестяная какая-то. Здесь, может, если порыться, что-то найдется. Вот это от самовара. Часть. Это уже кованые изделия. А, это... Нет, я не знаю, что это такое, к сожалению. Подскажите в комментариях, если что. Ну, вот, обруч вижу. Вон, подставка. Подставка под чугунок. Поплавки берестяные. Ух ты, это ствол, да? Ствол. И не один. Сейчас посмотрим. Так, вот этот, с этого ствола планка слетела. Вон, топки какие-то интересные. Сейчас, я там, может, клюминия какие-то найду. Сейчас. Две минутки. А вот это... Это однозарядное... Однозарядное ружье. Сейчас тоже попробую, попытаюсь клюминия найти с ними. Так, это у нас поводья какие-то или что-то. Вот это, кстати, заготовки. Вот эти палочки. Это заготовки для корчайги. На щуку, на карася. Вот тоже какой-то предмет интересный. Ребята, вы комментируете самое главное. Если кто что знает, то комментируете. Вот не заметил, оказывается, еще одна от самовара есть. Штучка. И везде, везде самострелы. О, чугунок. Сейчас. Это капкан. Чугунок не в мороженое. Сейчас подставку поставлю. Прикольно будет. Вот. Так он должен стоять. Да. Ну, вот эти, конечно. Вот это сито. Это же, представляете, конский волос. Черный и белый. С черной грилой или хвоста. С белой. Вот так. Ну, а эта штука, это просто чайник. С золотыми монетами, правда. Ну, ладно, блядь. Вот такой амбарчик. И дальше у нас еще несколько амбарчиков. Какой-то механизм. А вот там вот целое подворье уцелело. Сейчас пойдем глянем. Мост от какого-то механизма. Смотрите, уголок. Тут даже что-то написано. Виталий. Круто. Там такие штукицы. Видите, как все интересно оборудовано было. Ну, а это, походу, какой-то главный бокс. Сейчас везде пройдем туда и сюда зайдем. Ну, судя по вот этим вот навесам, это въездная группа, короче, здесь. Здесь какая-то техника была. Парковалась. Это был какой-то просто гараж. Сейчас здесь кони греются. То есть, от зная прячется. Давайте зайдем в этот амбарчик. Ну, вот смотрите, перед входом лежит какое-то... Какое-то устройство. А внутри... А внутри... А, вот ступа старинная стоит. И все. Тут какой-то курятник был или что. Ну, видно, что что-то здесь держали. Нет, это старинная ступа. Там какой-то коробок. Скамеечка. Все, больше ничего такого. Ну, старинные навесы на калиточке такой небольшой. Ну, здесь сиденье от трактора лежит. Отломанная, по-моему. Какие-то шестереночки. Ой, там гусеница внутри. Здесь прям чугунок разбитый лежит. И вот у нас подворье. Вот это, по-моему, сарай. Сам дом здесь находился. Ну, это хатончик для... О! Буду медные котелки. Да. Они такие уже старые, что больно смотреть. Все переклепанные. Обалдеть. Ну, здесь такое помещение. Ой, что-то там висит. Сейчас зайду. О, он и четырехгранный пруд. Полочки. Вот так. Это классический, кстати, хатон. Он такой чистый. Это орудие, наверное, чистить, что-то убирать. Вот опять же кованные гвозди везде. Это кормушка. Сюда должны были складывать сено. Отсюда, по-моему, подавать или вычищать. Гнездо Брошенное. Наверное, заведутся. Вот это, друзья, это подобие холодильника. Не подобие холодильника, это и есть родоначальник всех стенолов, индезитов, Брошей. Вот. Это холодильник. Здесь тоже какие-то шестеренки, механизмы. И здесь вот хранили получается еду, карасей на лето, мясо хранили. Вот такой яме тут лестница. Ой, блин. Вон она, лестница туда опускаться. Вот такая яма. Такой вот помещенец. Но это помещение, конечно, не давало холоду выйти. Видите как. И вот здесь вот наваленная изгородь. ну она повалилась, конечно. Вот. А тут ее вообще нету. Ну, эта изгородь служила для того, чтобы лошадки не выходили и так далее. Видите, это замок. Сюда что-то что-то. Сюда какой-то колышек вставлялся, чтобы не вылазило. Вот. Вот и изгородь. Непонятный. Ну, кочерга какая-то. Ну, она такая цельно кованая. Понятно, что это какой-то предмет для чего-то там, какой-то технологичный. Вот, одиноко стоящее строение. Это, походу, калитка с воротами была. А вот здесь дом стоял. Но осталась только вот вот эта хозпостройка. То ли амбар, то ли что. Это багажник мотоцикла. Несколько сломанных кос воткнутые. О! Смотрите тут как интересно. Это у нас получается длинная кровать. Да? В таком стиле. Вот тут ящик со всякими причиндалами. Длинная кровать. Посуда. Чемоданчик старый. Бочки старинные. С чем-то там даже. Это фрагмент сундука. Но это фрагмент самострелов. Обалдеть. Вот это старинные торбоза. Это какая-то такая обувь. Все кожаное. Чемоданчики. О! Смотрите. Монетка лежит. Здесь кто-то был оставил. Да. Семка. Посуда. Это тоже кстати от самострелов что-то такое. Бутылка старая. Ну кровать конечно да. Кровать старинная. Сто процентов. И лук тоже старинный. Смотрите. Опять же самострел. им можно было и как луком воспользоваться как бы и зарядить как самострел. Под лавкой лежит старинный медный котелок. Раздавлен прям весь бедный латом. вот смотрите какая заплатка большая. Леменей по-моему нет. О а вот тут кто-то заботливо повесил. Это старинные весы друзья мои. Да. Старинные весы с чашкой. вот они правда очень ржавые. Но они целые. Восстановить можно. Вот вот это вот булава вот это булава на ней там должны риски быть. На этих рисках нарисован вес. Ну я уже показывал. Есть такого хорошего сохрана. Ну вот кто-то здесь заботливо повесил. и она вот тут висит. Ну это очень старинная вещь. Немного так дух прихватывает конечно. Ну здесь у нас какой-то инструмент интересный. Ну и больше вроде ничего тут такого интересного нет. Есть город поваленный. Туда я точно не поеду это это у нас МТФ вот молочная товарная ферма то есть там держали коров. Ну это по-моему современное да что-то современное таскали и бросили и закинули. Вы знаете этим домом пользовались охотники до недавнего времени как типа базой. Ну охотничий домик. Они это все дело восстановили. О смотрите шляпка от старинного гвоздя корабельного. Они это все дело восстановили и там жили. Поэтому такой бардак. О старинная кровать. тут опять болт шестигранный. Ну и тут ничего делать тут бардак был. То есть тут охотники закидывали как мусоркой пользовались этим балаганчиком карина. Да. он разрушился и в нем потеряли интерес к нему. Знаете вот пока хожу еще пока не обнаружил печей. Возможно из-за того что здесь держали домашний скот. Еще вот за этим леском домик есть. все больше нет ничего. Сейчас туда пойдем. Смотрите последний домик. довольно старенькие ставни на дверях. И вот прямо на улице стоит такая кровать. Остов от кровати в котором не должно присутствовать гвоздей. как бы ну они вот там конечно есть но вообще это изделие такое так ну что это классический классический якутский камелек вот на острове возможно какая-то печь нет ну камелек скорее всего потому что это был дом а там был погреб все завалено вот эти вот гвозди это охотники уже топили да ну вот и все крыша провалилась коса лежит все вроде вот и вся деревушка все ребята мне домой а мне домой друзья спасибо огромное что проявляете интерес ко мне и к моим работам я думаю это путешествие сегодня вам понравилось увидимся в комментариях я буду ждать вас там сегодня вечером да да и всегда и до скорых встреч увидимся друзья еду я поехал дэму дэму Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова